МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працую Миколай Скентеян. Глядите у гэтым выпуску. Допомога у выращенних, хвалюющих пытанья у старшиня облвыконка Магинать Соловей провел прием грамадян. Выкористать кожный погодливый день. Тысячников на Жневе становится все больше. Худка в школу. Установы адукации рыхтуются до нового научного года. А зараз об этом и иншим больше подробязна. У Гомелли з'явится новая зона для отпочинку. Яна разместится в Новобелецком районе, коля средней школы номер 15. Об этом стала вядома сёння подчас приему грамадян, який проводил старшиня гомельского облвыконка Магинать Соловей. За паведной инициативой до губернатора звернулася депутат Палаты представников Вольга Крэш. Якие яше прогучали пытанья, ведает Дмитрий Котов. До губернатора Вольга Крэш звертается перш за все не як депутат парламента, а як звычайный джихар областного центра. Место, об яким идет размова, лесопарковая зона, по мерам у 13 гектаров, вельми популярная у мясового насельництва. Задача – заховать эту территорию и сделать в будущем еще больше привабной для отпочинку. Идею старшиня Аблвыконкома подтримал у планах створения проекта. Есть замечательный лес за 15-й школой. Его не надо сажать, не надо расти. Он есть у нас. Давайте использовать то, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому я вижу, что идея родилась, потому что я вижу, что очень много людей туда приходит с детьми, с колясками. Для этого должны быть какие-то дорожки, какие-то скамеечки, то есть площадки для занятия спортом. Тамара Боусун с поселка Большавик приходит с коллективной просьбой, якая тишится уставивание дифференцированных тарифов на электроэнергию. Колись у шматкватерным жилым доме стояли газовые котлы для подогрева воды. Однако в некоторых квартирах они были заменены на электробойлеры за дренной працы. В союзе с ГЭТ им возникла проблема по оплате электроэнергии. Выращать вопросы Геннадий Славей начинает непосредственно под час приема. Готовьте поручение Бобовичу, подготовьте письмо за мою подписью, ситуацию все разложите, а я выйду на министра, чтобы он походился перед министерством применения им другой тариф. За четыре годины губернатор разглядил десять питаний. Прогучали так само скарги на якость воды в садовом товаристве, до того же были закрануты темы, які и тишатся землеупорадкования. По некоторых питаниях отказы были дадены под час размовы, иншие потребуют уважливого выучения. У каждого таким выпадку будет проведена проверка. На особистом контроле старшине Гомельского облаканкама каждый зворот. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». А завтра жадают, что я маюць махчымысь особиста погутарить с помощником президента, инспектором по Гомельской области. Шостого жнивня Юрий Шулейко проведе прием грамадзян. И он отбудется у громадской приемной областной организации «Белая Руси» у Гомелі по улице Ланге, 17 с 5 до 7 годин вечера. Папередний запись по номеру телефона 33 13 00. У перший день до терминового голосования явка на выборах президента Беларуси склала 4,98%. Такая информация размешана на сайте Центр Выборкама. У Гомельской области проголосовали 7,55% выборщиков. Усяго у списа в нашем регионе унесены 1 млн 69 233 человеки. До терминового голосования продолжится по 8 жнивня уключна. Участки працуют с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Нагадаем, основный день выборов президента – 9 жнивня. Сгодно с дадзинами Министерства по сельской господарце и харчаванне, зерневые культуры на Гомельшине убраны больше, как на 65% площадь. А гульный на молот – амаль 630 тысяч тонн. Добрый урожай поспрыял и великой колькости тысячников, як экипажа у комбайнеров, так и водителям. Сегодня на ушановании лидера у Жнева в Гомельском районе побывала наша здымочная группа. Гэтый невеликий перепынок на Жневе у Ксу-Пурыцкая плановался еще вчера. Поменьшевать тысячников приехало керавництво района, процтовники профсоюзов и БРСМ. Подзачные листы, стушки переможцев и подарунки, отрымлевой стрейки, пажи комбайнеров и два водители. Сяроды знагородженных и Максим Лебяшков, на рахунку якуга зараз 2250 тонн перевезенного сборжа. Кажа, что никаких проблем у работе нема. Только вось семье ничем не допомагает. Да и бачите, я только поздно в вечеры и ранецей. У восемь годин необходимо уже выезжать на палетки. Как помогаем? Внимание только вечером уделяем. И все остальное время приходится уделять работе. Зараз в Гомельской области уже 110 экипажов, комбайнеров, тысячников, у темлику 14 семейных и 11 молодежных. Два экипажа намолотили больше, как по 2000 тонн. Что тычется водителям, у список лидеров сегодня 137 человек. Парцевать приходится по 11-12 годин, але и выник добрый. Непосредственно в Гомельском районе убрали уже 85% поселных площадок, причем две господарки с 10 жниво завершили. Остальные планыют привезти технику на мехдвары в ближайшие выходные. На пераде селба озимых и завершение поставок сборжа у ликдержзаказа. Что касается госзаказа, на сегодняшний день уже мы сдали 69% непосредственно. Четыре хозяйства сдали 100% госзаказ, я имею в виду зерновых, колысовых. И также по окончанию уборки госзаказ будет сдан полностью 100%. Что касается госзаказа РАПСа, на сегодняшний день Гомельский район госзаказ выполнил полностью на 100%. В акционерном товаристве «Гомель Абл Агросервис» открыли выставу-экспозицию раритетных машин. По культу 26 одинок техники, але их количество будет увеличиваться. За экспонатами ознайомились наши корреспонденты. Створать властную выставу на «Гомель Абл Агросервис» начали в 2005 году, когда керавник «Колгаса-21-й съезд КПСС» Речицкого района Миколай Коваль подарил предприемству трактор Т-74. Вот выпуску 1965. Гэта дзеючий экспонат, як и усе іншые машины. Збирали их по розных господарках, причем некоторые экземпляры достатково редкие. Последь «Шарнобыльской катастрофы» по даручэнні у Рада СССР в Волгограде почали выраблять тракторы для работы на забрудженных территориях. В 1986 выпустили першую партую, якую полностью накеровали у Гомельскую область. На «Гомель Абл Агросервис» трактор привезли с Будокашалёвского аграрно-технічного коледжа. На данной модели трактора ДТ-75М применена дополнительная система уплотнения кабины, дополнительное уплотнение дверных проемов, оконных, дополнительно установлена система кондиционирования воздуха с кассетными фильтрами и резервуаром для дополнительной очистки поступаемого воздуха. Самый старый экземпляр у экспозиции – автомобиль ГАЗ-67, який был сделан сразу после закончения Великой Айчыны. Побуч – еще один ГАЗ. Такие авто в Советском Союзе робили для ветеринарной службы. Причым у Гомель Абл Агросервисе кажуть, что выстава будет выполняться. Зараз, например, у рамонте находятся два старые тракторы, якие после завершения работ смогут рухаться самостоянно. Убажать экспозицию, правда, не в полном варианте, можно на разных мероприемствах – от областных дожинок до международной специализованной выставы «Белагра». Экскурсии на предприемства поколь не проводятся, але увогу ли такой макшимости керавництва акционерного товариства не выключая. По приглашению, по согласованию мы всегда рады принимать и рады показать. Это все на безвозмездном, будем говорить, или на бесплатной основе, это ни к чему не обязывает их просто показать, рассказать, показать, как сегодня работают, на чем работали раньше. Цель одна, как и была, так и есть – вырастить хлеб. Олег Сенцюров, Павел Михно, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». До конца этого дня все школы и гимназии Гомельшины закончат подрыхтовку до нового научного года. Его 1 вересня распочнутся 525 установ средней адукации. За парты сядут 17 260 первоклассников. Школы рыхтуются до сустречи. Одни провели капитальный ремонт, інши – косметичный. Не были новые парты и стенды, обновили кабинеты и дворики. С умовами, створными для школьников, ознайомилась Ганна Корольчук. Гомельская средняя школа номер 24 открылась в 61-м годе. Капитальный ремонт за этот час в установе не проводили. Тому, вядомо, все коммуникации потребовали замены. Все лето тут, кроме косметичного ремонта по мешканям, закупки мебели и обсталевания, целком отремонтовали столовую, харчоблоки и санвузлы. Отремонтировано плиточное покрытие, заменены везде трубы, заменена канализация, то есть вся подводка, все разводки, все было выполнено. То есть мы постарались сделать так, чтобы нашим детям было не просто чисто и аккуратно, а чтобы это было красиво. И каждый из наших учкольников, заходя в наш обеденный зал, говорил «Вау!». В классах есть все необходимое для занятков – ростовые парты, конторки, шафы для речев учня, маніторы и проекторы. При этом все должно соответствовать строгим санитарным и медицинским нормам, как процесс научения не шкодит здоровью хлопчиков и девочек. До речи, именно в этой установе рахтуют будущих зорок белорусского спорта. В школе працуют 11 специализованных классов. Каждый их учень, как минимум, кандидат в мастер спорта. Значные измены чекают и наученцев средней школы номер 4 в Новобелецком районе Гомеля. С самого у входа от ремонтованных холл первого поверха, где учатся початковые классы. Их лета – только невеликая частка того, что было сделано. В 8 учебных кабинетах мы заменили мебель и жалюзи. Отремонтировали частично крышу, потолок третьего этажа. На третьем этаже заменили двери в учебных кабинетах. Приобрели учебную мебель, учебное оборудование, спортивное оборудование. Отремонтировали также асфальт на стадионе, на улице. Особливо будут радоваться аматыры физкультуры. Для их отремонтовали спортивную залу и закупили шмат нового обсталявания – лыжи и столы для настольного тенниса. Варто сказать, что эта установа так само поваженного взрослого. В школе практически 85 годов, а самому будинку – 57. Або два директора отзначают, что у подрыхтовцы до нового научного сезона принимала удел шмат людей. Кроме бюджетных сроков притягивалась спонсорская допомога. Кроме того, сами коллективы школы и гимназии, а так само их ученики, занимались оформлением холл и кабинетов. Выкладчики говорят, что так дети больше бережливо ставятся до того, что сделали своими руками. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Как переодолить житевые тяжкости, потребуется не только вера в себе, а и поддержка близких. Особенно это актуально для тех, кто что дня смагается с серьезными захворываниями. Гомельские медики провели доброчинную акцию для маленьких пациентов гематологичного отделения РНПЦ. Вот такой непростый момент життя для детей важный кожный светлый промень добра. Им стал сюрприз, организованный суместными намаганиями АПКАМа профсоюза работников Аховы Здоровья и Гомельской станции Худкой допомоги. Для пациентов отделения подрыхтовали забавляльную программу, подчас якой прагучали песни под гитару. Супрацовник станции Худкой допомоги Александр Хвясюк продемонстровал силовые труки. Дети, не отрывающийся глядели, як у руках атлета металличные цвяки гнутся, нибы медный дрот. На проконцы сустрэча юные глядачи отрымали солодкие подарунки. Это отделение одно из самых, я бы сказал, серьезных отделений, дети лечатся с серьезной патологией, патологией крови. И всегда нужно таким маленьким пациентам дать лишнюю, запасную, необходимую порцию радости и позитива. Хочется, чтобы все дети занимались спортом, были здоровы, сильны, чтобы дало толчок, чтобы дети поняли, осознали что-то, и шли вперед, несмотря ни на что. Гомельский городский молодежный театр закрывает 28-й театральный сезон премьерой. Спектакль «Дядька Ваня» по пьесе Антона Тшехова можно убачить на сцене 6-го и 7-го жнивня. «Прекрасно! Прекрасно! Чудесные виды! Замечательное ваше превосходительство!» «Мы завтра поедем в лесничество! Хочешь, папа?» «Молода! Чай пить!» «Лес героев Чехова – это лес целого поколения, которое зарабило Ебенне своей зоной комфорта. Пьеса написана больше за 100 годов тому, но в острых учить и в наши дни. Те может человек изменять жизнь семьи, если она этого не хочет. Сцены показывают спрэчку помеж старым и новым, у якой люди не чуют один-одного. Увы, неку супрэчстояння адновится звыклый уклад, але падеи пакидаюць на усім адбиток трагичнасті, і люди назаусёды губляюць надзею на лепше існовання. Режиссёр Віталь Краученка называя сцены трагикамічными і пазачасовыми. «Усь я приезжаю, наприклад, на вёску, я бачу, як люди живыць з усім, ну, може не з усім, але в большині выпадков живыць некими іншими каштовностями. Незавсёды жыдаючы праймаць нешта новая, што дае нам час, што даюць нам людзі, які заезжаюць на ту ж саму вёску і прапануюць некі нешта сваё новая. А людзі так, не-не-не-не, нам тут добра, ось у нас бульбачка, горочык, нам добра. І гэта з одного боку, ну, гэта жыцьо, а з іншого боку гэта і, як ступені, страшнават. Спектакль працягвае размову на темы выбару і адказнасті перад сабой. Які пачынаў режісёр ў попярэдніх трох пастановках на сцені маладзёжнага театра. Як супрацтояць фэйкам? Дзе чиста і вады піяр, адзі реальнае справы? Як выглядаюць політтехнологій 21-го стагодзя? І як разабрацца ў хитросплятэннях глобальніх сусветных працэссав? Сёдня ў эфіры телеканала Беларусь 4 Гомель глядіці праграму з цыкла «Зразумелая палітика» вытворчасті агентства Таліновін «Колярнастрою». Журналісты Белталі Радоё Кампані прасашылі параллелі ў падзеях розных країн на розных этапах, каб заразуметь, калі рэвалюція распаліваецца, значыць гэта каму сті трэба. Глядіці зразумелую палітику сёня ў 20.25 на Беларусь 4 Гомель. Гэта, а так сама іншая навіна, інформацію об праектах Талі Радоё Кампані Гомель, вы можеці знасті на нашым сайті ў інтернеті па адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершены, усяго добрага і до сустрэччы в эфірі. Эфір телеканала Беларусь 4 прадалжає де-факто в студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Жыцель Музыря, занимавшись раскопками в местах ведения боевых действий, более 15 лет хранил в гараже целый арсенал времён Великой Отечественной войны. Проведённая баллистическая экспертиза показала, что изъятый пистолет-пулемёт пригоден для производства выстрелов. В ходе санкционированной районной прокуратурой осмотра недвижимости Музырянина в гараже была обнаружена коробка. В ней находились газовый пистолет, револьвер, две гранаты Ф-1 без запалов, пистолет-пулемёт МП-38 немецкого производства и различные патроны. Мужчина пояснил, что нашёл оружие во время раскопок много лет назад, очистил от ржавчины, доработал элементы конструкции и хранил для себя как реликвию. По результатам проведённой экспертизы пистолет-пулемёт был признан ручным стрелково-нарезным магнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. За 19 лет моей практики это первый образец такой модели, пришедшей на экспертизу в таком хорошем состоянии. Следователями будет дана правовая оценка действиям мужчины. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, повреждены два строения, обошлось без жертв. Накануне утром поступило сообщение о возгорании на территории гаражного кооператива «Металистов» в Мозыре. В результате повреждена деревянная обшивка внутри одного из гаражей, пострадало имущество в соседнем. Вероятная версия причины пожара – поджог. Предварительно по этой же причине около половины восьмого вечера произошло возгорание хозяйственной кирпичной постройки на территории одного из частных предприятий в Чечерске. В результате повреждена кровля. И примерно в это же время зарегистрирован пожар жилого кирпичного дома в деревне Ямное Рогачевского района. Повреждены кровля и потолочное перекрытие дома. Два ДТП зарегистрированы в Калинковичском и Петриковском районах. Водитель 1997 года рождения на автомобиле «Мерседес-Бен Спринтер», двигаясь по автодороге «Глинная слобода» станция «Нахов», не справилась с управлением и, съехав на обочину, машина опрокинулась. Водитель и пассажир 1996 года рождения с травмами доставлены в больницу. По этой же причине на автодороге «М-10» в Петриковском районе 30-летний водитель опрокинулся на автомобиле «Сеат». Травму получила женщина-пассажир 1969 года рождения. Однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Белоруссия Терегомель новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Кубок Руслана Салея стартует уже завтра. За победу в первом официальном турнире нового сезона поборется 16 команд. На первой стадии 14 участников будут разделены на две группы. Дружинам, выступающим на этой стадии розыгрыша почетного трофея, предстоит однокруговой турнир 6 по 22 августа. Откроют соревнования Жлобинский металлург с авиатором из Баранович и Солигорский шахтер с Новополоцким химиком. Оба матча начнутся в 17.45. Гомель в первый игровой день встретится с Витебском. Стартовая сирена прозвучит в 19.00. Продолжится турнир в субботу 8 августа. Белорусский форвард Алексей Скобелко находится на просмотре в хоккейном клубе Гомель. В минувшем сезоне 27-летний хоккеист защищал цвета казахстанского намада. На его счету 9 очков в 31 игре. За карьеру в чемпионате Беларуси Скобелко набрал 50 очков в 91 игре регулярки и добавил 4 балла в 13 встречах плей-офф. Игроки Гомеля провели мастер-класс для воспитанников футбольной школы «Вингер». В открытой тренировке приняли участие Руслан Юденков, Евгений Милевский и Павел Цеслюкевич. После небольшой разминки участники разбились по группам и под руководством футболистов отрабатывали навыки работы с мячом. Завершилась встреча автограф-сессии и совместным фото на память. В Жлобине откроется первенство Гомельской области по греко-римской борьбе. Соревноваться будет молодежь 1997-2001 годов рождения. Параллельно будут проходить и Олимпийские дни молодежи по греко-римской борьбе. В рамках этого старта на ковер выйдут юноши 2003-2004 годов рождения из нашего региона. Всего ожидается около 100 участников. А на этом пока все. С новостями спорта воззнакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова